Здравствуйте, дорогие люди! Я думаю, что пришло время поговорить на тему гороха. Я еще не знаю, выложу ли я это видео или нет, но буквально последние два дня меня мучает эта мысль, стоит об этом разговаривать или нет. Ну, на всякий случай я видео, конечно, запишу, а там посмотрим по ситуации. Во-первых, очень приятно видеть и понимать, что вокруг очень много добрых, хороших людей. Например, наши подписчики в Инстаграм, которые очень поддерживают гороха, меня даже поддерживают, любят его, и, собственно, желают ему всего самого хорошего. Изначально аккаунт гороха был придуман абсолютно случайно. Несколько лет назад у меня еще был маленький несуразный телефон с минимальной памятью, и фотографий в него много не влезало. И нашелся такой выход. Фотографии все я сгружала либо там в Одноклассники на то время, либо в ВК. И потом появился Инстаграм, и чтобы они всегда были под рукой, я начала их заливать в Инстаграм. Ну, собственно, где вы сейчас и находитесь. Нам в голову не могла прийти такая мысль, что на этом аккаунте появятся подписчики, и, в принципе, их достаточно много по сегодняшним меркам. Мы это не сразу даже осознали и не сразу приняли это всерьез. Постепенно число подписчиков росло. Кто-то был позитивный, кто-то негативный. Негативных я, конечно же, сразу же блокирую. Я пытаюсь там ограничить рамки дозволенного и недозволенного, объяснить, что я приемлю в своем аккаунте, что я не приемлю. Аккаунт Гороха монетизировать мы никак не собирались и не собираемся. В общем, собственно говоря, изначально суть аккаунта была использовать его как хранилище под фотографией и видео. Потом мы начали замечать, что Гороха, можно сказать, любят. Любят люди, волнуются за него, переживают. Это, конечно, очень приятно. И немножечко из-за этого я уже почувствовала свою, так сказать, большую ответственность. Потому что, не дай бог, там несколько дней нет фото или видео, и в директ уже сыпятся вопросы, почему, где и что случилось. Тем самым вы сами же приучили меня, так сказать, невольно, чтобы я обновляла контент, выкладывала, чтобы люди имели возможность видеть, как он живет, что там в жизни Гороха происходит, ну и так далее. Ваши лайки и комментарии нам очень приятные. Честное слово, я их все зачитываю Гороху. Он, кстати, все понимает. Ну, сами знаете. Так вот, но речь немножко не об этом. В последнее время все чаще мне пишут люди о том, что давайте соберем деньги ему на коляску, на операцию, на врачей, на то, на сё. Так вот, именно из этого я захотела записать это видео. Сейчас я вам вкратце объясню то, о чем я не люблю разговаривать с посторонними людьми. Тем более с теми, кто немножко не в теме заболеваний собак и тому подобное. Смотрите, значит, дело в следующем. Горох родился в моем питомнике от моих собак, от абсолютно здоровых мамы и папы. Его однопометники, как и предыдущие его братья-сёстры от этой пары, все были абсолютно нормальными. Но так бывает в жизни животных и в жизни людей, что на пустом, казалось бы, ровном месте происходят неполадки. При, например, при формировании эмбриона, при его прикреплении к стенке матки. Ну, в общем, причин много. Мы сейчас не об этом, а о том, что вот он родился. Я, как профессиональный заводчик, естественно, с первой же минуты поняла, что щенок нездоров. И понимала, почему, ну, то есть, что с ним, я это тоже понимала. Было принято мною решение его оставить, не усыпить, а, так сказать, отдаться воле случаю. Что, собственно, и получилось. Мы его выходили, потому что он был слабенький. Он у нас выжил и живет уже, почитай, шестой год. Первое время мы еще, так как еще не были проведены обследования полноценные, мы надеялись, что дело все ограничится гидроцефалией, потому что горох, как можно полагать, он гидроцефал. Вот. Мы думали, мы надеялись, что этим все и ограничится. Тем более, да, мы видели, что задние ноги у него несколько, так сказать, деформированы, но это бывает, эта патология бывает, и она не всегда заканчивается тем, чем у нас. Но в процессе его роста, когда, вот, кстати, вот вы пишете, что случилось, ведь на первых видео он ходил, да, он мог удерживаться на ногах, пока его ноги не выросли до окончательного размера. В общем, суть в том, что у него не сформировались коленные суставы. То есть, у нормальных людей и животных, да, вот у собачек коленочки должны вот так вот ходить, да, ну, я сейчас буду выражаться не медицинским языком, чтобы было более понятно, а бытовым. Коленочки, да, они должны вот так вот шевелиться, да, тем самым позволяя ходить, бегать, прыгать, то есть, пользоваться конечностями. Гороху не повезло, и его коленные суставы, они срощены, у них нет функции двигаться, нет. И пока ножки были маленького размера, он мог опираться их и ходить вот на них. Но когда ножка выросла, он же стал, ну, подростком, взрослый собачка, когда ножки стали большой длины, естественно, на них опираться уже стало невозможно. Плюс к этому все остальные суставы, позвонки у него тоже несколько, так сказать, деформированы. То есть, сам позвоночник, он тоже не имеет подвижности, он не имеет ее, там позвонки между собой как бы спаяны. И из-за этого он вот такой у нас с горбиком. Передние суставчики на передних лапках очень сильно слабые. Они, конечно, хоть и имеют подвижность, но они очень слабые. Это к вопросу о том, что давайте скинемся и купим гороху коляску. Нет, коляска не поможет. Суставы на передних лапках мы стараемся излишне не нагружать, потому что любая такая чрезмерная нагрузка может закончиться плохо. В общем, мы их бережем. Плюс ко всему, я достаточно опытный заводчик. И, конечно же, сразу были проведены все исследования, обследования. Мы, естественно, посещали всех светил. И на сегодняшний день не существует такой операции, которая бы позволила пересадить, например, ему, да, какие-нибудь искусственные коленные суставы. Этого нет в природе на сегодняшний день. Плюс еще, как вы понимаете, у него экстремально малый размер. Чуть больше 600 грамм. Таких операций в мире пока не делается. И, собственно, будем жить так, как мы живем. Из-за того, что и позвонки у него тоже не имеют подвижности, они срочены. С каждым годом они все больше кальцинируются. и ухудшается проводимость, то есть ток спинномозговой жидкости. Это такая жидкость, которая должна оттекать от мозга вниз. Этот отток у нас тоже нарушен. Это и есть гидроцефалия. Иногда, когда собака делает некоторые, так скажем, неудобные движения, или слишком резко пошевелился, или головой как-то мотнул, или с Марфой поиграл, ну и так далее. Бывает, что где-то защемляет у него вот здесь, и эта жидкость отходит еще хуже и создается приступ. То есть в этот приступ мы отводим медикаментозно ликвор из мозга, мы снимаем мышечные спазмы и бла-бла-бла. Все это лечение не стоит дорого. Это стоят сущие копейки. То есть лечение симптоматическое, оно недорогое. Приступы у нас, в принципе, часто только последний год. То есть нам не нужна помощь ни коляска, ни врачи, ни лечение. То есть, пожалуйста, это очень похвально. Это приятно. Это потрясающе, что вы добрые, отзывчивые люди. Но гороху помощь не требуется. Огромное спасибо, конечно, за это. Но, чтобы вы понимали, все это не стоит дорого. Мы это абсолютно спокойно, даже не замечая, все мы это делаем. И препараты, инъекции, там рентгены плановые, да, и так далее. Это все очень недорого. Но спасибо, да. Спасибо, по крайней мере, за порыв, за вашу душу, что вот появляются вот такие благородные мысли. Это, конечно, очень круто. Но лучше потратить эти средства на лечение действительно тому, кому нужна. нужна. Так вот. Дальше его заболевание будет только прогрессировать и ухудшаться. Потому что позвоночник с каждым годом он становится, грубо говоря, все хуже и хуже. И приступы у нас будут все чаще и чаще. Мне неприятно это говорить вам, любителям, ну, так сказать, поклонникам гороха, но вы должны быть морально готовы к тому, что в любой момент как бы может все закончиться. И спасения-то нет, по сути дела. То есть тут уже как получится, как даст организм. Пока, вы знаете, с такими заболеваниями в принципе 5,5 лет это уже обалдеть, как много и качество жизни у него особо-то и неплохое. Поэтому я не люблю вот эти дурацкие советы, которые некоторые пишут в инстаграм или в ютуб. Там, сделайте ему колясочку, а сделайте ему операцию, а дайте ему витаминку для шерсти. Вы, как правило, понятия даже не имеете, о чем вы говорите. И надо попринять то, что... В общем, ладно. Поэтому хочу выразить вам огромную благодарность за то, что вы подписаны на него, за то, что он вам нравится, за то, что реально я же читаю, я же понимаю, кто пишет искренне, кто не очень. Это, конечно, приятно. То есть, ну, приятно то, что не только я его люблю, да, не только мне он нравится, не только я за него всей душой, всем сердцем, но и вы тоже. То есть, оказывается, много людей, которые со мной получаются на одной волне. Это очень круто, это очень ценно. Это... Это вы не представляете, как это классно. читайте гороху комменты, которые вы ему пишете. И он же шевелит ушами, моргает глазами и совершенно все понимает. Огромное вам спасибо. Ну, и помните, что помощь нам никакая не нужна. Огромное спасибо. Огромное спасибо. Мы полностью под... То есть, держим под контролем его здоровье, нас, как говорится, рука на пульсе. И поверьте уж, мы делаем все возможное, чтобы он жил как можно дольше. И при этом, чтобы качество жизни его не страдало. Вот. Вот это все, что я хотела сказать. Ну, и просьба такая, что... если вы чего-то недопонимаете, лучше не пишите. На это уходит энергия. Вот это вот и время, блокировка, чистка, аккаунта, вот это бла-бла-бла-бла-бла-бла. Любой аккаунт это тот же самый дом. Вот как я сейчас здесь нахожусь, так же и все мои аккаунты это мой дом. И культурные люди должны понимать, что в чужой дом ну, как бы не приходят, чтобы покакать в центре кухни. Вот. То же самое касается и аккаунтов в соцсетях. Вот. А всем остальным позитивным людям огромное еще раз спасибо. Мы это очень ценим. Очень ценим. Особенно те, кто вот прям чувствуется, что искренне волнуется за гороха и переживает. Он нравится. Вот. На этом, собственно, все, что я хотела вам рассказать. Я думаю, вы поймете. И большое всем спасибо.